По инициативе Зайонского отдела ГИБДД в деревне Светлое Озеро состоялось профилактическое мероприятие по правилам безопасного поведения на дороге. Основной акцент был сделан на применение световозвращающих элементов. На встречу с сотрудниками ГИБДД пришли школьники и жители деревни. Этот населенный пункт был выбран не случайно. В феврале этого года именно здесь произошли два наезда на пешеходов со смертельным исходом. На данном участке возле деревни Светлое Озеро за текущий год произошло два наезда на пешеходов. В которых пешеходы были без световозвращающих элементов на одежде. И в результате данного происшествия пешеходы скончались на месте происшествия. В данном мероприятии хотелось приурочить к популяризации вот этих именно светоотражающих элементов. Это касается как и для самих пешеходов, для их безопасности, так и для водителей. То есть пешеход в темное время суток с светоотражающими элементами, будучи на проезжей части, хорошо различим как для водителей, так и для других участников дорожного движения. То есть это для безопасности самих же пешеходов. Для участников мероприятия была проведена разъяснительная беседа о правилах дорожного движения. С июля этого года необходимость иметь на одежде световозвращающие элементы узаконена. Если на одежде присутствуют значки, то водитель может заметить идущего по обочине пешехода за 130 метров. В темное время пешеход просто сливается с окружающей обстановкой и разглядеть его бывает слишком поздно. По видам раздали светоотражающий элемент. У меня уже такие есть. Я им пользуюсь. У меня есть светоотражающий элемент на портфеле, на куртке. Ночью меня всегда видно. Всем участникам мероприятия сотрудники ГИБДД раздали памятки, световозвращающие значки и календарики. И еще раз напомнили, что отсутствие световозвращающего элемента в темное время суток, согласно административного кодекса, грозит штрафом от 500 до 1500 рублей.